Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы уже рассказывали вам об особом бетоне, который был разработан в специальной лаборатории SkyWay, и вы даже видели репортаж об испытаниях его текучести. Чем ближе сдача первого участка экотехнопарка, тем больше мы можем рассказать вам об этой уникальной разработке. Сегодня мы с вами побываем в Центре научных исследований и испытаний строительных конструкций Белорусского национального технического университета, где вы увидите испытания полученного трубобетона на прочность, то есть на соответствие высочайшим стандартам качества SkyWay. Вы увидите интервью с руководителем центра, с одним из наших инженеров-конструкторов и с создателем струнных технологий Анатолием Эдуардовичем Юницким. Мы с вами сегодня находимся в Центре научных исследований и испытаний строительных конструкций Строительного факультета Белорусского национального технического университета. И поговорим давайте с руководителями этого центра Владимиром Георгиевичем Баранчиком. Добрый день. Добрый день. Скажите, будьте добры, Владимир Георгиевич, об этом центре, которым вы руководите. Наш центр занимается исследованиями и испытаниями строительных конструкций из железобетона, пластмасс, дерева, металла. Центр оборудован, оснащен оборудованием как прессовым. Вот где мы находимся, также там расположен силовой пол, который позволяет создавать нагрузку до 200 тонн на метр квадратный. Центр обладает парком гидродомкратов, насосных станций, которые позволяют испытывать различные виды конструкций. Скажите, есть ли в Беларуси или на просторах бывшего Советского Союза какие-то лаборатории, центры, которые оснащены лучше, чем ваши? Оснащены, может быть, но по размерам и возможностям, чтобы испытывать строительные конструкции, у нас центр единственный в Беларуси. А на сколько опытны ваши сотрудники? Сотрудники не меньше 10 лет, у них стаж сейчас пока. То есть можно сказать, что это флагман, лучшего места мы не могли найти для испытания наших потенциальных строительных материалов. Да, да. Наш собеседник сегодня Александр Степанович Хлебус, ведущий инженер-конструктор с КБ инженерных расчетов. Александр, скажите в двух словах, для чего нужны были эти испытания? Ну, основная задача этих испытаний, одна из основных, это подтвердить предварительные расчеты, которые проводятся сотрудниками нашего КБ с применением программ. В основном это методы конечных элементов, прочностные расчеты на жесткость, ну, в общем, чтобы наша конструкция удовлетворяла всем предъявленным требованиям. То есть вы использовали какой-то предварительный метод компьютерного моделирования, если я понимаю? Естественно, да. Все конструкции у нас достаточно сложные конструкции. Для того, чтобы их замоделировать, необходима разработка расчетных схем, применение сложных программ, которые позволяют предсказать ее поведение при эксплуатации, монтаже, ну, и других всех нагрузках, которые могут возникнуть в процессе. В чем уникальность данных испытаний, не могли бы вы сказать? Испытывались две серии образцов. Одна серия – это пустотелые трубы, которые вы могли наблюдать, ну, во всех сооружениях, это фермы обычные. Другая серия – это те же трубы, но заполненные нашим составом, то есть разработан он нами, который по предварительным нашим расчетам может увеличить несущую способность элементов, ну, порядка до 50%. В полтора раза, то есть? Да, в полтора раза мы можем, соответственно, мы можем уменьшить и расход материала на этим, тем самым добиться нашей цели, что при минимальных затратах создать прочную и долговечную конструкцию. Насколько я понимаю, все ваши расчеты подтвердились? Все верно. По нашим расчетам даже некоторые есть случаи до 60%. По факту испытания состояло где-то порядка 45-50%, но это нас абсолютно устраивает. Мы видим, что наша конструкция обладает достаточным запасом. Прочности? И прочности, и жесткости. Последние испытания мы проводили на устойчивость, то есть это продольное сжатие элемента до потери устойчивости. И действительно показали хорошие результаты. Ну, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пожалуйста, продемонстрируйте на своем компьютере то, что вы только что рассказали. Хорошо. То есть, одна из задач сотрудников нашего бюро изучить поведение конструкции, как я уже говорил, при постоянных и временных нагрузках. Мы анализируем деформированное состояние, выбираем из этого всего многообразия наиболее слабые, так сказать, элементы, наиболее нагруженные узлы. И уже работаем с ними. Соответственно, вот это испытание, это один из таких маленьких шажков по расчету, дабы доказать то, что все у нас правильно делается. Мы идем в верном направлении и подтверждаем свои расчеты испытаниями. То есть, мы выбрали самое слабое звено в цепи, испытали его на прочность и в полной находимся уверенности, что наши расчеты верны. И наши конструкции вынесут все, что на них будет возложено. Требуются корректировки, мы их делаем, в плане смотрим, что нужно улучшить. И таким образом, вот одно из последних испытаний, где мы давили трубу до потери устойчивости. То есть, здесь мы видим, как труба изгибается. Это отображена картина распределения эквивалентных напряжений. То есть, в центре происходит такой вот загиб, увеличиваются зоны и вплоть до появления остаточных деформаций. То есть, вот это показаны напряжения, которые пластические напряжения. То есть, там зоны, где металл уже начинает течь. Это первые признаки потери его выхода из строя. И также зоны, которые можно наблюдать, что на одной стороне сначала переходит, потом на другой. Эти зоны уменьшаются и остаются. Понятно. Вот. Ну, также различные испытания проводились. И в том числе, они достаточно простые. Но, тем не менее, подтвердите наше предположение, что труба, заполненная бетоном, увеличивает свою несущую способность. Мы этого добились. То есть, все решения, заложенные в первую очередь генеральным конструктором, являются верными. И мы движемся в правильном направлении. Верной дорогой идете, товарищи. Понятно. Вот такие вот вещи. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Успехов в вашей нелегкой, но такой нужной для успеха нашего проекта деятельности. Спасибо. Давайте попросим Анатолия Эдуардовича Юницкого рассказать о том, что же сегодня проходило, что же испытания сегодня проходили в этом центре. Ну, мы испытывали так называемый трубобетон, когда внутри пустотелого профиля стального находится бетон. Такую конструкцию имеют струнные рельсы, пояса струнных ферм, раскосы ферм. И мы испытывали сегодня раскосы ферм. И убедились, что труба стальная размером 60 на 80 миллиметров, это маленькое сечение, и длиной 2,5 метра, с нашим бетоном выдержала нагрузку 29 тонн на сжатие. То есть ее несущая способность увеличилась в полтора раза. В смысле, по сравнению с пустотелой? Пустотелой, да. Ну, мы сейчас будем испытывать и пустотелу, и она разрушится значительно при меньшей нагрузке. И при этом поведение трубобетона, оно совсем другое, чем пустотелой трубы. Там не происходит смятие металла, и идет такое плавное, мягкое разрушение, постепенное. А скажите, подтвердили ли испытания ваши предварительные расчеты? Да, даже несущая способность выше, чем предполагалось. И что это означает для дальнейшего развития нашего проекта? Это означает, что мы умеем проектировать, умеем изготавливать, и наши конструкции простоят сто лет. Значит ли это, что мы уже готовы к тому, чтобы изготавливать, монтировать трассу и запускать в октябре первую очередь экотехнопарка, ну а перед этим показать действующие модели Юнибуса, Юнибайка на выставке на Транс в Берлине? Безусловно, все, что мы испытываем, как раз пойдет и в экотехнопарк. И это элементы как раз путевой структуры, то, что мы испытываем. Мы испытывали и на изгиб трубобетон, пояса ферм и струнные рельсы, на растяжение, на сжатие, на потерю устойчивости. Поэтому мы провели весь комплекс испытаний, исследований. То есть можно сказать, что теперь на струнных рельсах, которые подтвердили свою репутацию, мы на скорости Юнибуса устремляемся вперед? Да, со скоростью 500 км в час мы едем в светлое будущее. Спасибо большое. Нам спасибо. После проведенных испытаний, подтвердивших правильность предварительных испытаний компьютерного моделирования, еще на шаг приблизивших нас к успешной презентации проекта в Берлине и завершении строительства первой трассы экотехнопарка, хочу попросить вас подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay. Поддерживайте наш проект, и тогда все в вашей жизни пойдет как по рельсам. Строй SkyWay, спасай планету.